Повестка очередного заседания комиссии по безопасности дорожного движения сегодня была особенно насыщенной. Первые три пункта касались недавних событий. Исполняющий обязанности начальника ГИБДД Александр Катаев свой доклад начал с анализа дорожно-транспортных происшествий, которое произошло еще 30 августа. Напомним, тогда на автодороге Полевской-Зюзельской в вечернее время суток легковой автомобиль съехал в Кювет и перевернулся. Водитель легковушки погиб на месте. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. ДТП был бы трезвым. Скорее всего, данное происшествие не произошло бы. Место, где произошло ДТП, местом концентрации дорожно-транспортных происшествий не является. На месте были выявлены ряд недостатков содержания дорог. Это дефекты дорожного покрытия, просадки. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 18 сентября в районе коллективного сада на 26-м километре Полевского тракта. Только в этом случае водитель, будучи абсолютно трезв, насмерть сбил двух пешеходов. По словам сотрудников госавтоинспекции, единственная объективная причина случившегося кроется в полном отсутствии освещения на этом участке трассы. Кстати, здесь, в отличие от предыдущего случая, особых замечаний по содержанию дорожного полотна у инспекторов ГИБДД не возникло. Но и это еще не все. Две недели назад, 4 октября, также, находясь в трезвом уме и рассудке, водитель совершил наезд на пожилого человека, переходившего дорогу вблизи идущего транспорта. А произошло это уже на 43-м километре автодороги Екатеринбург-Полевской и снова вблизи коллективного сада. Проанализировав все три ДТП, глава города Александр Ковалев предложил создать специальную выездную комиссию и, что называется, разобраться во всем на месте. Следующий вопрос сегодняшней повестки касался организации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, а также улучшения перевозки пассажиров в областной центр. Напомним, что сегодня перевозки до Екатеринбурга и обратно осуществляют два перевозчика – пассажирское автотранспортное предприятие и ИП «Вотинцев». Разница лишь в том, что пассажирское автотранспортное предприятие по-прежнему осуществляет перевозки по маршрутам номер 120 и 145, а вот в виде ИП «Вотинцева» сегодня четыре автобуса 122 маршрута «Экспресс». Немало вопросов сегодня и у перевозчиков внутригородских маршрутов. К примеру, маршрут номер 105, следовавший до поселка Станционный Полевской, то и дело норовит попасть в ДТП. И здесь снова, в кавычках, заслуга дорожных служб. Представители северской транспортной компании предложили собравшимся план мероприятий, направленных на снижение аварийности внутри предприятия. А еще сегодня обсудили возможность увеличения количества парковочных мест в районе детского сада номер 54 и устройства дополнительной остановки в селе Полевая. Татьяна Усынина, Константин Миронов. Новости нашего города.